Школьного учителя О развитии автодорожной и транспортной инфраструктуры области состоялся брифинг. Чуть меньше 7 тысяч километров составляет протяженность дорог в нашем регионе. Из них 5 тысяч – областного и районного значения. В минувшем году на развитие автодорожной отрасли государство выделило 8 миллиардов 700 миллионов тенге. Однако только 55% магистрали и республиканского значения приведены в должное состояние. В текущем году на строительство и ремонт местных автодорог предусмотрено 7 миллиардов 800 миллионов тенге. Планируется отремонтировать более 250 километров автополотна. Часть объектов будет реконструирована с использованием новых технологий. Со второго полугодия начнутся ремонтные работы на автомагистралях Актубе-Астрахань и Актубе-Орск. У нас всего 24% дорог областного района значения находятся в хорошем удовлетворительном состоянии. Остальные 75,9% находятся в неудовлетворительном состоянии. Но сегодня для того, чтобы нам дороги привести в удовлетворительное состояние, проделывается определенная работа по поручению Акима области. Сегодня мы разрабатываем новые технологии для того, чтобы в ускоренном виде. Если мы такими темпами, какие сегодня у нас имеются, мы будем работать, то нам необходимо от 30 до 50 лет, чтобы зарядную дорогу привести. Это не считая тех, что мы будем строить, и они будут приходить, которые построили, тоже изнашиваются. Аким города Актубе Ильяс Испанов в канун Международного женского дня поздравил многодетных матерей с праздником весны и вручил им правительственные награды серебряной подвески Кумы-Салка. Сейчас в Актубе проживают 7185 многодетных матерей. Подвеской Алтын-Алка обладают 1251 жительница, Кумы-Салка – 1586, подвеской мать-героиня – 283 актюбинки. Есть такое выражение – женщина одной рукой качает колыбель, другой – весь мир. Эти слова точно описывают вашу роль в жизни. У всех у нас есть мамы, которые нас вырастили, воспитали, дали нам образование. В общем, подарили нам весь мир. Я поздравляю вас с наступающим праздником и желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Женщин-передовиков производства поздравил 6 марта глава региона Бердебек Сапарбаев, посетивший актюбинский завод феросплавов. Аким прибыл на АЗФ с цветами и сладким угощением. Представительницам неженских профессий он пожелал семейного счастья, благополучия и любви. Проблемы занятости обсудили представители областного молодежного ресурсного центра и палаты предпринимателей с осужденными местных исправительных учреждений. Цель – разъяснение ряда госпрограмм и проектов для молодежи, отбывающей свои сроки наказания, а также оказания социальной и психологической помощи. В ходе встречи сотрудники палаты предпринимателей предложили осужденным свою помощь при открытии частного бизнеса. В рамках месячника, посвященному Дню гражданской обороны, прошли плановые учения работников Департамента ПУЧС и других экстренных служб области. В 13-й школе разместился эвакуационный пункт, где жители близлежащих домов зарегистрировались. В пункте созданы все условия. Имеется комната матери и ребенка, медпункт, пункт выдачи средств индивидуальной защиты. После прошла эвакуация населения в безопасные районы. Судят Актюбинца, который, ссылаясь на влиятельные связи в судебных и надзорных органах, якобы брал деньги со своих жертв. Общий ущерб превышает более 50 тысяч долларов США. По одному из эпизодов, один из пострадавших передал подсудимому 24 тысячи долларов за прекращение в отношении его уголовного дела. Еще одна пострадавшая собственноручно вручила подсудимому 2 тысячи долларов, а позже перечислила через банкомат еще 200 тысяч тенге за то, чтобы вызволить своего сына из-за колючей проволоки. Третий пострадавший уверяет, что подсудимый обещал за определенную сумму продвинуть его в очереди на жилье. Свою вину мужчина, обвиняемый в мошенничестве, не признает. Процесс продолжается. О социально-экономическом развитии Каргалинского района во вторник говорили инфоцентре Облакимата. На этот раз перед журналистами отчитался Аким района Рахат Сыдыков. Объем производства промышленной продукции по итогам 2016 года выполнен на 100% и составил более полутора миллиардов тенге. Количество субъектов малого и среднего бизнеса сейчас составляет более 900. Новых появилось 294. В частности, 17 из них – крестьянские хозяйства, остальные нашли себя в индивидуальном предпринимательстве. Ремонт дорог был выполнен на шести улицах Батамши, освоено более 100 миллионов тенге. Уже в этом году в этом же райцентре планируется отремонтировать еще семь улиц. Был также сдан в эксплуатацию двухэтажный восьмиквартирный дом. Как подсчитала Аким, объем инвестиций тоже возрос и составил по итогам 2016-го более 2,6 миллиардов тенге. Газификация сел продолжится. Подводящий газопровод с Харумтал тянуть высокого давления. Чтобы хватило и заводу, и дальнейшую газификацию, учитывая мощность трубопровода и газификацию села Ащелысай в дальнейшем Олимпе. Также мы проложили газопровод в сторону Жусалэ, тоже с учетом перспективы газификации села Ащелысай и Олимпе. При любом раскладе мы этот газопровод, ну в первую очередь мы должны, чтобы до Ащелысая протянуть, мы должны протянуть газопровод до Жусалэ, что и делаем в этом году. Прекрасную половину человечества в торжественной обстановке поздравил Аким области Бердебек Сапарбаев с праздником весны. В одном из ресторанов города собрались около 700 представительниц слабого пола, деятели культуры, чиновницы, педагоги, врачи, общественницы, многодетные матери и ветераны. Многие наши женщины трудятся в различных отраслях нашей экономики и промышленности, в сельском хозяйстве, в бизнесе, в строительстве, в социальной сфере. Трудятся именно так, чтобы быть примером всем остальным. Еще раз мы благодарны вам за ваш труд, от именно всех мужчин нашей области мы вас поздравляем с наступающим праздником. В областном военкомате поздравили сотрудниц с Международным женским днем. В Актюбинском департаменте по делам обороны сейчас работает 166 женщин, 15 из них военнослужащие, в том числе 3 офицера. Руководство департамента отмечает огромную роль прекрасного пола в деле укрепления обороноспособности страны. Сегодня мы поздравляем наших женщин, которые проходят службу в департаменте, отделах управления нашей активной скорбойности. На данное время у нас работают 166 женщин, из них 15 служащих военнослужащих. Наравне с мужчинами, женщины военнослужащие несут нелегкую боевую службу по укреплению обороноспособности нашего государства в сохранении независимости. В Актюбинской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Жертв нет, сообщила пресс-служба ООО «Пассажирские перевозки». ЧП произошло в четверг в 9.43 на перегоне Караукель-Де, разъезд 142 Актюбинского отделения дороги. При этом отмечается, что предварительной причиной схода стал излом боковой рамы в вагоне ТОО «Тенг» из «Трансгаз». В результате схода вагонов задерживались пассажирские поезда, сообщения Мангастау-Актюби, Атырау-Маты и Астана-Атырау. Число сошедших с рельсов вагонов не уточняется. Жертв и пострадавших нет. Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия. Командно-штабные учения весна 2017 прошли по всему Казахстану. В рамках этого мероприятия актюбинские спасатели в четверг проверяли свою готовность к рабочих в чрезвычайных ситуациях. Учения были разделены на несколько этапов. Один из них состоялся в садоводческом коллективе «Березка». Он по сценарию оказался в зоне подтопления, поэтому спасатели отрабатывали навыки по эвакуации людей, подвозу песка, устройству мини-дамп и многое другое. В рамках республиканской командно-штабных учений КОКТЕМ-2017 в Актюбинской области проводятся наши мероприятия. В течение двух дней будут проверены взаимодействия, во-первых, всех служб гражданской защиты, будет проверена готовность оперативных штабов к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. На данном месте, согласно легенды, у нас садоводческий коллектив «Березка» в результате образования затора на реке Женешке был подтоплен пребывающими талами водами. По итогам учений степень подготовки спасателей оценивается на отлично. В целом, на сегодняшний день в Актюбинской области определено более 30 населенных пунктов, которые могут попасть в зону возможного подтопления, где проживает порядка 13 тысяч человек. В случае необходимости акиматами подготовлены порядка 80 пунктов временного размещения. Наряду с этим в области ведется мониторинг состояния крупных водохранилищ. Сейчас их объем позволяет принять паводковые воды. В центрах обслуживания населения запущена новая услуга. Теперь о готовности своих документов и прочих результатах оказания государственных услуг казахстанцы будут узнавать через СМС-уведомления. На данный момент услуга работает в тестовом режиме. Любой гражданин, предоставивший номер своего мобильного телефона, будет получать СМС. На сегодняшний день в Актюбинском ЦОНе населению оказывают 257 видов услуг. СМС-уведомления будут распространяться на все сферы без исключения. В воинской части честовали матерей, чьи дети в дни июньских терактов отразили нападение религиозных фанатиков. На встречу были приглашены пять матерей. Кто-то приехал из другого района, кто-то из соседней области. В честь женщин был дан концерт, им также были вручены ценные подарки. Но самые прекрасные теплые слова им посвятил зам главнокомандующего нацглардии Мухаммедкали Сатов. Вместе с ним в Актюбе приехали высокие военные чины из других региональных командований. Как они признались, больше всего их расстроило слабоволие некоторых военнослужащих. К сожалению, 5 июня во время перестрелки территорию части через окно туалета покинули двое военных. Позже их приговорили к различным срокам, а в самих частях после произошедшего усилили психологическую подготовку военнослужащих. Мы потеряли некоторых ребят, которые защищали свою родину, свое отечество. Но самое главное, самое главное, наши военнослужащие выполнили поставленную боевую задачу. При нападении террористов, даже которые напали неожиданно, личный состав караула, военнослужащих которых был, они отразили нападение. Они одного террориста убили, двоих тяжело ранили. Но самое главное, они не дали возможности захватить склад с оружием и боеприпасами, и боевой техникой, которые не шли. И вот мы сегодня честуем этих родителей. В областном департаменте статистики рассказали об изменениях цен в феврале текущего года. Рост зафиксирован не только по продовольственной группе товаров, но и на комуслуге. Так, повышение отмечено на горячую воду и центральное отопление на 7,6%. Холодная вода стала дороже на 8,5%, на канализацию на 8,8%. Подорожал и газ на 19%. ГАЗ-Трансгаз Аймак объясняет, что подорожание связано с ростом тарифа на транспортировку голубого топлива. Плата за детский сад в прошлом месяце тоже возросла, увеличение составило 25%. Теперь полная стоимость одного дня пребывания ребенка составляет в государственных садиках 500 тенге, вместо прежних – 400. А к тюбинцам дороже стали обходиться мясо, молоко, овощи и фрукты. Наверное, коммунальное все-таки дешевле, чем продукты. А из продуктов питания что для вас дороже? Да практически молоко, там мелко, покупаясь такие, которые с первой необходимости, немножко подорожают. И мне полотка, поверните, полотка. Вы думаете, что повысили сцены на коммунслуги? Заметили? Да, да, замечается, да. Насколько повысилось? Ну, не знаю, сколько против, но есть повышение. Да, только бензин дорожает. А для меня так, я не считаю, что дорого. Бензин, вы думаете, подорожал? Да, дорожает, конечно, дорожает. Хотя я сам пешеходный, и на машине у меня друг просто ездит, говорит, дорогой бензин. А что еще дорого, на ваш взгляд, или что дешево? На коммунслуги нормальное, в принципе, считаю. Акцебинские медики провели очередной круглый стол по проблеме отказа от прививок. Мероприятие прошло в поликлинике номер один. Круглый стол был организован городским управлением по защите прав потребителей. Среди приглашенных гостей акцебинские семьи по тем или иным причинам, в свое время отказавшиеся вакцинировать своих детей. Согласно плану работы городского управления по защите прав потребителей, а также плана работы Акимата, нами во всех городских поликлиниках города запланированы круглые столы с родителями отказывающихся от вакцинации детей. Если взять статистику, по итогам 2015 года количество детей, отказывающихся от вакцинации, было 1023 детей. За 2016 год было 1469 детей. Похоже, в некоторых частях города снег начал сходить раньше, чем его вывезли. В частности, на ГМЗ снежные горы попросту осели и начали таять. Такую картину можно застать на улицах Рабочая, Интернациональная, Ташкентская. А ведь это один из самых подтопляемых районов города. И району Гормолзавод, по словам чиновников, уделяется особое внимание наряду с Москвой, Курмышом и Шанхаем. Напомним, в преддверии паводкового периода в городе начали активный массовый вывоз зимних осадков. Но, как видно, снегоуборочная техника дошла не до всех проблемных улиц. В пятницу Аким города Ильяс Испанов провел совещание по этому поводу, куда были приглашены директора КСК, а также коммунальные службы. У нас еще строится 28 парков из Кернов за счет организации работы в совместности с городскими управлениями и крупными предприятиями города. Соответственно, эта работа будет продолжаться. Такие парки, я думаю, что на 28 мы не остановимся, их будем увеличивать. Но в этом году у нас примерно два установленных парки в области. Это 28 парков плюс парк первого резерта. Определенная работа проводится с руководством владельцами парка имени Пушкина. День охранения будет то же самое. Сделать реконструкцию. Городок здоровья. Акцию под таким названием провели специалисты Центра ЗОЖ на одном из местных рынков. В ее рамках посетители могли получить бесплатную консультацию врачей общей практики и эфтезиатров. Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Он отмечается 24 марта, однако тематические акции уже проводятся в учебных заведениях и на предприятиях. Населению рассказывают о профилактике и симптомах туберкулеза, методах диагностики и лечения. В рамках акции медики по традиции измеряли артериальное давление от тюбинцев, уровень сахара в крови, гемоглобина, рост, вес, а также раздавали информационные листовки.